По адресу Ленина, 20, теперь не только детская поликлиника, но и временный пункт базирования скорой помощи. Здесь базируется бригада скорой помощи, для того, чтобы быстрее добираться людей, которые живут в центре. Вот они постоянно у нас здесь стоят, учитывая праздники, субботы, воскресенье, но они постоянно на выезде, постоянно в работе. Так что вот здесь стоят они очень малое количество времени. Спецмашину здесь застать можно крайне редко. Вот и на момент съемки бригада готовилась к выезду. В сутки одна такая обслуживает до 20 адресов. Информация о пациенте медикам поступает от диспетчера районной подстанции скорой помощи. Одну мобильную группу сменяет другой освободившийся медэкипаж. Дежурство круглосуточное. Эти пункты у нас функционируют как стационарные в часы работы поликлиники, то есть с 8 утра до 19 вечера. А в случае необходимости мы эти пункты временно базированы оставляем в вечернее и ночное время. Всего в городе три таких пункта. Они развернуты на базе детских поликлиник на улицах Юмашева, Ленина и проспекте Победы, то есть в особо оживленных районах города. Специалисты говорят, созданы с целью максимально короткие сроки оказать людям экстренную медицинскую помощь. На той же неделе, да, это было пожилой человек, вышел из катера. Да, ситуация, которая требует оказания медицинской помощи. А бригада буквально через полторы минуты прибыла на место вызова. Летний период, это связано с такими известными болезнями, как инсульты, инфаркты. Ну, просто плохо человеку стало на улице. Никто не поможет, ведь мало людей, которые смогут просто. Человек, думаю, там лежит себе, да, лежит. Поэтому такие подвижные группы, конечно, нужны. Создание таких дежурных групп – это один из пунктов региональной программы «Экстренная медицинская помощь». Её местные депутаты приняли на сессии городского совета. Документ рассчитан на 2013-2015 годы. Кроме этого, за последние несколько лет в Севастополе обновился парк спецавтомобилей. А медикаментозное обеспечение на один вызов выросло почти в 10 раз. Отныне это не 2,5 гривны, а более 20. Ольга Деменчук, Виталий Козловский, программа «Наше время».